На календаре среда 27 февраля в студии Лена Ларева. Здравствуйте, сегодня выпуски. После капитального ремонта крыши текут даже зимой. В этом убедились жители Вычегодской двухэтажки. Житель Лиминды получил за январь сразу два квитка за расчет на кассовое обслуживание. 93-летнему уроженцу Украины вручили паспорт гражданина Российской Федерации. До окончания рейтингового голосования остался всего один день. Успевайте выразить свое мнение. 47 инваспортсменов стали участниками чемпионата и первенства Архангельской области по настольному теннису. Сегодня в администрации города прошел межмуниципальный семинар по охране труда в учреждениях культуры. В семинаре приняли участие представители учреждений культуры шести муниципальных образований. Это Котлас, Коряжма, Котласский, Красноборский, Верхнепоимский и Велегодский районы. Кроме обмена опытом в сфере охраны труда участники ознакомились с нововведениями этого года. Одно из них работа по оценке профессиональных рисков. То есть рисков достаточно и они не всегда полностью раскрыты во время проведения специальной оценки условий труда. Профессиональные риски это больший объем и который делается не специализированной организацией, а делается непосредственно в коллективе. А кто проводит эту оценку? Только сами работники, руководитель и специалисты охранят туда. Планируется, что пилотная работа в данном направлении будет проведена до конца 2019 года. Еще одно важное нововведение проект прямые выплаты. С 1 июля 2019 года в муниципальных учреждениях Архангельской области все выплаты и пособия по временной нетрудоспособности будут перечисляться фондом социального страхования напрямую работникам. Для работников лучше чем? То есть не зависит от финансового состояния организации. То есть понимаем, что есть организации банкроты, которые могли задерживать данные выплаты, то сейчас этих задержек не будет. То есть в этом случае для работников гораздо выгоднее. Также в рамках семинара состоялось практическое занятие по организации охраны труда. Оно прошло в Котласском драматическом театре. Другим темам. После капитального ремонта крыши текут даже зимой. В этом убедилась Алла Лайкова. Теперь течет вот по этому. По люстре. По люстре прямо капает вовсю. Это недавно уже, да? Когда вот? Это теперь два дня вот. Как начала вот потайкать. Ведро ставили, потом ташки уже не капало, уже побежало. Вот тут вот так вот сорвает, уже подвысокло. У нас как бы вот это самое потекло по стояку. Вот это южная комната. По стояку потекло. Потом дня через два, там у меня этой плиточки, потолок как делаем, плиточка так отогнулась, уголочек над кроватью и таким ручейком стала стекать вода. Свою мокрую историю могут рассказать многие жильцы этого дома. Причем с потолков течет не только в квартирах на верхнем этаже, но даже на первом. Стекает на промежуток между первым и вторым этажом, а потом-то протекает сюда к нам. Мы же вот живем как раз здесь над первым этажом. Ой, над вторым этажом. И что, сильно течет тут у вас? Да нет. Вот пока еще начало. Но если сейчас потайка будет, это будет вообще невозможно. Как ни парадоксально, но сильно крыша в этом доме стала течь после ее капитального ремонта. Причем тазы и ведра под капель с потолка приходится подставлять даже не летом во время сильных дождей, а зимой и ранней весной, когда тает снег. Кстати, по высоте снежных шапок и длине сосулек этот дом однозначно один из поселковых лидеров. И это вчера днем чуть не привело к трагедии. Огромные ледяные глыбы рухнули на землю. К счастью, никого не убили, но прихватили с собой часть шифера с крыши. Именно обилие снега на крыше и приводит к протечкам в ней. По крайней мере, так считает гендиректор компании «Стройтех», ремонтировавший эту кровлю. Солидарны с ним и в областном фонде капитальных ремонтов. На крыше пригретый солнцем снег тает. Жидкость находит слабое место в кровельном покрытии. Просачивается сквозь соединительные швы и протекает к мирным жителям, разрушая потолки, портия обои, расшатывая нервы. И тут возникает вопрос, почему до капитального ремонта такой проблемы не было. Ведь снег на крыше – явление ежегодное. Чтобы установить истинную причину протечек, в ближайшие дни крышу на Ленина-48 обследует комиссия, в составе которой будут представители фонда капремонта, администрации и подрядчик, ремонтировавший ее. Однако уже сейчас очевидно, в чем бы ни была причина протечек, снег с крыши убирать надо. Огромные ледовые наросты и свисающие сугробы в конце концов небезопасны как для жильцов дома, так и для прохожих. Но ни эти, ни другие работы по данному адресу выполнить некому. В июне 2016 года управляющая компания отказалась обслуживать Ленина-48. Говорят, из-за одной из жительниц, которая регулярно подавала на ее сотрудников в суд. Других желающих брать на баланс дом с проблемами, а главное со скандалисткой, не нашлось. А полгода назад даже аварийные работы по данному адресу коммунальщики проводить отказались. Причину не объяснили. Мы обратились в администрацию, администрация сказала, что они не имеют на это права. И они их как бы обязали принять нас на обслуживание, оно непосредственное хотя бы. Аварийка там, мусор там. Они должны были ходить и убирать нас. Они сказали, пусть сгорит хоть этот дом, потому что мы не обслуживаем его. Глава Вычегоцкого Сергей Полковников предлагает жителям дома самим нанимать подрядчиков, которые будут счищать снег с крыши, вывозить мусор или ремонтировать систему отопления. В поселке достаточно домов, которые идут именно таким путем. Но на Ленина 48 живут в основном пенсионеры многим за 70 лет. И смогут ли эти люди ежедневно решать ряд сложных коммунальных проблем? Большой вопрос. Житель Лиминда Юрий Буткин возмущен по другому поводу. За январь сразу две управляющие компании выставили ему счета за квартиру по улице Заполярной и в обоих квитках в тарифе учительной суммы за расчетно-кассовое обслуживание. Микрорайон Лиминда в плане способов управления домами можно назвать уникальным. В нем немало многоквартирных домов, где осуществляется непосредственное управление. И у 158 заключены договоры с ООО «Энергия» и «Энергодом». Для выполнения коммунальщиками минимального набора услуг, таких как аварийное обслуживание, диротизация, вывоз ТБО, где необходимо проводится промывка системы отопления. Ну и, конечно, согласно договору управляющей компании, со своей стороны тоже начисляют жильцам суммы за расчетно-кассовое обслуживание. И вот тут-то и возникла проблема. Получили мы расчетные листки за январь месяц от управляющей компании. За январь у нас пришло два платежных документа, в один из которых вынесен отдельно вывоз твердых бытовых отходов. И в обоих платежных документах появились дополнительные графы. Это расчетно-кассовое обслуживание. Со слов Юрия Викторовича он обратился по этому поводу в свою управляющую организацию. Когда я задал вопрос, в следующий месяц вы мне пришлюте 10 платежных документов и в каждый включите расчетно-кассовое обслуживание, я буду его оплачивать, что ли? Мне не ответили, мне просто положили трубочку. В общем, с ситуацией, когда приходится платить дважды, Котлашанин категорически не согласен. Получается, что с одного жилого помещения берется дважды обслуживание расчетно-кассовое. Это один момент. Второй, откуда вообще появилась данная статья, неизвестно. В управляющей организации ничего страшного и уж тем более криминального здесь не видят. И говорят, что всего-навсего разделили ряд услуг. При этом все жители были об этом предупреждены. Например, по Заполярной 9 даже провели голосование. И с каждым собственником квартиры заключили два отдельных договора с начала 2019 года. У нас есть вот такие листы голосования с росписью этих граждан. Мы все поясняем. И два договора заключено тоже с росписью граждан. Известно, что с 1 июля 2019 года у нас заходит региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами. Во избежание каких-либо казусов мы объясняем нашим всем людям, которые выбрали непосредственный способ управления, на собрании о том, что мы будем заключать договор с ними отдельно по ООО «Энерго-дом», где будем считать аварийно-диспетчерское обслуживание. Ну а вывоз отходов, чтобы, так сказать, подготовить людей к приходу регионального оператора, очутился во втором квитке с отдельной оплатой за его обслуживание. Следовательно, мы это разграничили четко для того, чтобы было понятно жителям. К сожалению, да, это вызовет выпуск двух квитанций, которые должны быть по закону закрыты, которые на это идут затраты, на это работают люди, и мы их выпускаем. Но с 1 июля, как только заступит у нас региональный оператор, одна квитанция у них автоматом исчезнет. Это там, где вывоз твердых коммунальных отходов. Со слов представителей управляшки, они действуют в рамках закона. Ну а если собственники с чем-то не согласны, у них всегда есть право обратиться или в свою управляющую компанию за подробными разъяснениями, или при желании даже в государственную жилищную инспекцию. Продолжаем. День защитника Отечества. В ОМВД России по Коножскому району состоялось уникальное событие. 93-летнему ветерану Великой Отечественной войны уроженцу Украины Михаилу Иосифовичу Ливке вручили паспорт гражданина Российской Федерации. Рассказывает Юлия Лобанова. В России Михаил Иосифович оказался год назад, когда он совсем приехал к единственному сыну в Коношу. Территориальным подразделением по вопросу миграции тогда было принято решение о выдаче ветерану разрешения на временное проживание. Однако этот документ не давал пожилому человеку право на бесплатное медицинское обслуживание и получение пенсии. Написав заявление в Главное управление по вопросу миграции МВД России о получении российского гражданства, Михаил Иосифович не рассчитывал, что паспорт гражданина РФ он получит в такие кратчайшие сроки. Но учитывая преклонный возраст ветерана и его боевые заслуги, этот процесс лично контролировала начальник ведомства Валентина Казакова. Паспорт гражданина Российской Федерации Михаилу Иосифовичу вручили в торжественной обстановке в ОМВД России по Коношскому району. Ветерана с этим поздравили участвовавшие в мероприятии представители местной администрации, руководители и личный состав ОМВД России по Коношскому району, а также руководство областного управления МВД. Проведение вот этого мероприятия, да, при вручении паспорта ветерану испытывало чувство гордости и волнения, потому что события исключительные. Со своей стороны в ОМВД России по Архангельской области сотрудниками всех подразделений и ОМВД по Коношскому району были приняты все меры для кратчайшего оформления документов, для своевременного консультирования. Отметим, что столь значимое для Михаила Иосифовича событие стало возможным благодаря работе, проделанной сотрудниками МВД России и журналистами телеканала «Раша Тудей» в рамках совместного проекта «Не один на один». На сайте городской администрации, в ее официальной группе ВКонтакте, а также на региональном портале Госуслуг в ночь с 28 февраля на 1 марта завершится рейтинговое голосование, которое определит общественную территорию для благоустройства в 2019 году. До окончания голосования остался всего один день, так что успевайте выразить свое мнение. Жителям Котласа предстоит выбрать один из трех вариантов, которые прошли предварительный отбор. Это сквер советов напротив районной администрации, сквер в поселке Вычегодский по улице Ленина между домами 38 и 42, а также парк за зданием Вычегодского дома культуры. Выбрать один из трех предложенных вариантов можно путем рейтингового голосования. Оно продлится до 0 часов 28 февраля. Проголосовать можно на сайте городской администрации, на региональном портале государственных и муниципальных услуг, а еще в официальной группе администрации Котласа ВКонтакте. Принять участие в голосовании могут жители в возрасте от 14 лет, включая школьников и учащихся средних специальных учебных заведений. Общественная территория, которая получит наибольшую поддержку населения, будет включена в муниципальную программу по формированию современной городской среды и преобразится уже в этом году. Так что выбор за вами. Если тебе от 18 до 30 лет и активно и хочешь стать дублером главы Котласа, успевай подать заявку на выборы, у тебя остался всего один день. Пакет документов необходимо предоставить в Комитет по культуре, туризму и молодежной политике. До 17 часов 28 февраля. Справки по телефону 2-62-33. В преддверии комплектования детских садов Комитет по образованию обращает внимание родителей, которые хотят внести изменения в свои заявления, что сделать это можно до 1 апреля 2019 года. Изменения можно внести в части перечня желаемых детских садов или переноса даты предоставления места в дошкольном учреждении на более поздний срок. В случае, если родители написали заявление о переводе в другой сад, но передумали туда везти своего ребенка, необходимо написать отказ от рассмотрения заявления. Кроме того, просим заявителей, относящихся льготной категории граждан, для первоочередного и внеочередного предоставления места в детский сад пройти перерегистрацию. Для перерегистрации родителям необходимо предоставить в Комитет по образованию документы, подтверждающие наличие льготы. Например, удостоверение многодетной семьи, справку об инвалидности с места работы или службы. Для внесения изменений в заявление или предоставления документов, подтверждающих льготу, необходимо обратиться в Комитет по образованию управления по социальным вопросам администрации МОУ Котлас по адресу город Котлас, площадь Совета, дом 3, кабинет номер 308. Родители, желающих внести изменения в свои заявления, специалисты Комитета по образованию, будут принимать до 1 апреля каждый вторник с 8.30 до 17.00 с перерывом на обед с половины первого до половины второго. С начала года на территории Котласа и района произошло 7 дорожно-транспортных происшествий с несовершеннолетними. Один ребенок погиб, семеро получили травмы. В связи с этим Котласская госавтоинспекция проводит мероприятие «Ребенок-главный пассажир». В ходе акции сотрудники ГИБДД продолжат разъяснительную работу с гражданами. Напоминаем о правилах перевозки несовершеннолетних, а также проведут усиленные профилактические рейды. Напоминаем, что детей до 7 лет можно перевозить в машинах только в специальных автокреслах. Кроме того, во время стоянки нельзя оставлять несовершеннолетних в автомобилях одних. Большие талии вне закона. Такие заголовки появились на страницах социальных сетей и интернет-изданий после заявления главы Роспотребнадзора Анны Поповой. Чиновница предложила изучить некий японский опыт борьбы с ожирением. Якобы в Японии компании, где есть полные сотрудники, штрафуют на сумму до 19 миллионов долларов. И вообще талия у мужчин не должна превышать 90 сантиметров, а у женщин 80 сантиметров. Правили государство стимулировать граждан на борьбу с лишними килограммами или забота о здоровье – это личное дело каждого. И административными методами ничего не добьешься. Наш в лицопрос. Это безобразие, это личное дело каждого. Хорошего человека должно быть много. Кто-то ведь и так считает, так что это не государственный вопрос. А у нас штрафами когда-нибудь что-нибудь искореналось. Мы найдем какой-нибудь способ другой обойти эти штрафы или еще что-нибудь. Но это штрафовать людей за это, мне кажется, это глупость. А я хочу сказать, надо было штрафовать прежнюю мою гинеколога-врача. Я была раньше худенькая, а как накормила она меня гормональным перед операцией. И теперь я 77 и не минусом больше. Плохая инициатива. Почему? Ну, это мое дело вообще-то. И потом, если меня, как бы я по физиологии такой человек, и не могу быть меньше, то что мне потом делать? Постоянно штрафы платить? А что плохого, если он любит покушать? Так мало радости в жизни, пусть покушают люди. У меня у самой лишний вес и диабеты, ну и что теперь делать-то? Штрафовать это не отличное дело, уж оставьте людям свободу-то какую-то. Пусть они едят. Мне кажется, штрафовать не надо, надо просто создавать условия, чтобы люди сами скидывали вес свой. Например, как? Гуляли больше, парков больше, занимались спортом, питались лучше. В преддверии своего дня рождения Кот Ласковый объявляет творческий конкурс. К участию приглашают всех желающих. Конкурс будет проходить по пяти номинациям. Рисунок, декоративно-прикладное творчество, фотография, видеосюжет, подарок на день рождения. Моя любимая номинация. Я же очень люблю подарки. А что это за подарок? Это уже выбирать вам. Это могут быть стихи, истории какие-нибудь смешные или грустные. Может быть даже могут быть рассказы или, например, поздравления. Но все они связаны со мной, с Котом Ласковым. Тогда эта номинация для вас. Ваших заявок ждут до 1 марта в Центре народного творчества по адресу Гагарина, 62. Телефон для справок 2-59-78. До встречи, мои дорогие друзья. Я жду вас 15 марта на свой день рождения. К новостям спорта. 47 инваспортсменов стали участниками чемпионата и первенства Архангельской области по настольному теннису. В трехдневном турнире приняли участие 47 спортсменов из 8 команд. Среди городов участников – Котлас, Коряжма, Новодвинск, а также Ленский и Усианские районы. В первый день между собой соревновались юноши и девушки до 23 лет. Лучшими стали Максим Никандров, Антон Гатальский, Елизавета Назолина и Дарья Лоскутова. В командном турнире победу одержала сборная «Котлас-3» в составе Максима Никандрова, Артемия Казанцева и Миланы Радыгиной. Я опыта набираюсь. И потом, когда моего возраста, мне легче играть. Потому что я играла со старшими людьми, которые старше меня. Милане 11 лет. И теннис хорошо помогает девочке поддерживать свое здоровье. Она мне не мешает. Я развиваюсь, двигаюсь, развиваю свою руку, ногу. И это мое хобби. Во второй день состязаний прошли личные первенства среди мужчин и женщин. Как полагается, в равных условиях для всех категорий инваспортсменов. Такой подход позволяет в полной мере проявить свои спортивные возможности. Лучшие результаты показали «Котлашане» Алексей Бабошин, Максим Неретин, Антон Гатальский, Елизавета Назолина, Ольга Бабошина, Дарья Лоскутова и новодвинский спортсмен Виктор Тюриков. Соревнования по настольному теннису в Котласе проходят уже в 15-й раз. Наш город прочно закрепил за собой звание одного из самых лучших спортивных центров для инваспортсменов. В городе Котласе активно развивается адаптивный спорт. И на базе города Котласа работает группа адаптивного центра по настольному теннису. И так традиционно сложилось, что настольный теннис является у нас одним из базовых видов спорта. И большинство участников из города Котласа. Более 20 человек. В парном соревновании победителями также стали котласские спортсмены. В абсолютном турнире у мужчин золото завоевал Алексей Бабошин. У женщин Дарья Лоскутова. По итогам состязаний будет сформирована сборная команда Архангельской области. Наши инваспортсмены представят регион на чемпионате России по настольному теннису. Он пройдет в марте в Чебоксарах. Внимание у Котлашан. Четверг 28 февраля с 9 утра до 9 часов вечера в районе городского пляжа у кафе «Серебряный дождь» пройдет учебная тренировка Вологодского районного нефтепроводного управления акционерного общества «Транснефть Север» по отработке практических мероприятий по локализации и ликвидации разлива нефти на реке Северная Двина. Убедительная просьба к населению сохранять спокойствие. На этом у меня все. Далее вас ждет небольшой блок полезной потребительской информации, прогноз погоды и афиша культурных мероприятий. Хорошего вам настроения. Увидимся. Продавцов и товаропроизводителей продовольственных и промышленных товаров плодово-ягодных, сельскохозяйственных и товаров народного промысла приглашают к участию в универсальной выставке-ярмарке «Гуляй-масленица», которая пройдет с 8 по 10 марта 2019 года на территории Котласского дворца культуры. По вопросам участия в выставке-ярмарке обращайтесь по телефону 2-54-65 или 8-921-720-19-90. Приятно выбирать. Выгодно покупать продукты и товары в супермаркете «Адмирал». При покупке баварских сосисок можно сэкономить почти 60 рублей с килограмма. Подешевела и курятина «Акашева». Тушка цыпленка – 129,80, а филе – 218,90 за кило. Десяток яиц от «Зуевки» стоит сейчас 51,20. Тушенка из говядины яркая цена меньше 100 рублей. Аромантные сельки в оси холодного копчения по 248,40 за кило. Блинчики с мясом от компании «Спылу жару» дешевле на 28 рублей. Для любимых салатов «Горошек» и «Кукуруза Бандюэль» по одной цене от 49,90 за банку. Майонез «Ряба» в ассортименте от 29,30. На большое ведро «Ряба» снижена цена почти на 40 рублей. Полезные соки «Моя семья». Литровая коробка меньше 40 рублей, двухлитровая – меньше 80. Сладкоежкам предлагается новинка – пряники «Иван-баранов» с натуральной начинкой. Хорошая цена сейчас и на курб для кошек «Феликс». По-настоящему сможет украсить любой стол оригинальная посуда из керамики или яркие тарелки и салатники. В отделе товара для дома супермаркета большое поступление. Дамам предлагается попробовать новинку – декоративную косметику из Белоруссии. Помады, тени, бальзамы, карандаши и многое другое. Все это отличного качества по очень доступной цене. Единый центр помощи автомобилистам «Аверс» – это оформление «ОСАГО» от разных страховых компаний без дополнительных сборов и комиссий. Персональный подход клиенту. «Аверс», «Котлас», улица Володарского, 119, территория ГИБДД. Без выходных. Телефон 4-00-00. Акция. При покупке шубы норковая шапка в подарок. Успей купить с аскеткой до 50%. С 1 по 3 марта ТЦ «Радуга», город «Котлас». А ваша одежда готова к весне? Химчистка «Лавандырия Ка» поможет привести ваши вещи в порядок и подарит скидку 15% на чистку верхней одежды каждому. «Лавандырия Ка» на Болтинском шоссе 8. Радуйте любимых с ДНС. Айфон 6С на 32 гига или смартфон Honor 10 на 64 гига всего за 1042 рубля в месяц в рассрочку 0024. Или вернем 10% бонусами на карту про запас. Внимание! До конца февраля совершайте выгодные покупки в магазинах «Максимум Плюс», «Камтел», «Техноцентр», «Фикс Прайс». И получайте купон на скидку 500 рублей для покупки в магазине «Бегемотя». Подробности акций у продавцов-консультантов. Компания «Шикарные двери» открывает новый формат магазина «Дисконт двери» – огромные скидки за маленькие недостатки. Имея 11 розничных магазинов по всей России, компания накопила огромный опыт. Это и позволяет ей следить за модными тенденциями в дизайне, быстро менять неактуальные двери, которые впоследствии распродает в магазине с очень большими скидками – до 70%. Также каждый покупатель сможет сдать или обменять свои старые двери на новые. Магазин «Дисконт двери» – огромные скидки за маленькие недостатки. «Котлас Фрунзе 11». Спонсор метеовыпуска – гипермаркет цифровой бытовой техники «ДНС». Радуйте любимых с «ДНС». Айфон 6S на 32 гига или смартфон Honor 10 на 64 гига. Всего за 1042 рубля в месяц в рассрочку 0024. Или вернем 10% бонусами на карту про запас. В четверг, 28 февраля, в Котласе будет пасмурно, ожидается снег. Температура воздуха днем от минус 12 до минус 7 градусов. Ветер южный – 3 метра в секунду. Атмосферное давление значительно ниже нормы. Мы начинаем завтра. Начинаем что? Мой список безумств, как список желаний, но не отстой. Я лениюсь, не бойся жизни.